Зарабатывать больше, чем на транзите газа, может Украина, заявил советник премьер-министра по вопросам энергетики Кирилл Криволап. На чем? На свете. Если будем продавать за границу, об этом шла речь и на конференции в швейцарском Лугана, посвященной восстановлению Украины. Какие изменения может претерпеть наша энергосистема, расскажет Николай Антофийчук. Мы доказали, наша энергосистема надежная. В преддверии российской февральской атаки Украина прошла испытание, вышла в свободное энергетическое плавание. Отключились от поставок электричества извне. А во время войны мы не только стабильно производим киловатты, но и продаем их за границу. И это один из ключей к дальнейшему экономическому росту, уверен Кирилл Криволап. Если мы выйдем хотя бы на 2 гигаватта установленной мощности и будем это экспортировать, а можем выходить и на 5, и на 7 в перспективе на 10 лет, даже 2 гигаватта означает для нас 3 миллиарда долларов валютной выручки практически. Эти цифры сравниваются с доходами, которые Украина получала за транзит российского газа. Но Европа хочет покупать зеленые киловатты, производимые из солнца, ветра или биогаза. После нападения России это поняли в офисе президента, и сейчас зеленка из нелюбимого ребенка превратилась в один из ключевых экономических приоритетов. Профильный министр Швейцарии призывает мировое сообщество инвестировать, обещает полное содействие и общую выгоду. Общая масса мощности будет достигать примерно 30 гигаватт. Это будет энергетика не только в сеть, в розетку, но и энергетика водорода, зеленой металлургии, производства зеленой химии. Мы будем продавать электроэнергию в Европу и получать доходы ради стабильности и роста экономики. Это одно преимущество. А Европа сможет сэкономить и не покупать у России газ и уголь. План перехода на чистую электроэнергию, уже давно воплощающийся в европейской сети, мы имели и до войны. Цель, которую сейчас озвучил министр, 25% производимой энергии в Украине должно быть зеленым. Это вдвое больше, чем до нападения России. Надеемся, что Путин только ускорит наше энергетическое и цивилизационное продвижение, подчеркивают в Ассоциации возобновляемой энергетики. Увеличение зеленой генерации – это экономическая цепная реакция со знаком «плюс». Строительство, рабочие места, валютная выручка. Первый плюс – это построение экспортных мощностей. Второй плюс я вижу в развитии балансирующих мощностей. Речь идет, к примеру, о строительстве аккумуляторных станций, которые будут собирать энергию солнца днем и отдавать потребителям ночью. Третий стал и для нас неожиданностью. По мнению эксперта, зеленая энергетика может вполне претендовать на один из главных государственных смыслов. Третий плюс. Я хотел бы, чтобы это был плюс. Все эти заявления, которые делаются, они должны быть как национальная идея. Несмотря на то, что 90% ветротурбин и менее третий солнечных панелей пока на временно оккупированной территории. Четверть всех киловатт, производимых в Украине, экологически – амбициозная, но все же скромная цель, считает ученый, глава биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха. Цифра реальная. Можем больше. Учитывая даже сегодняшние события, ее даже увеличивать надо. Например, Солнечная ассоциация и Ветровая ассоциация, они на днях сделали заявление, что правительство должно пересмотреть эти цели. И эта цифра должна быть не 25%, а 50%. Николай Интофийчук, Татьяна Крохмаль, Украина-24. Для проекта Freedom, телеканал UA. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова